Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам нечто очень интересное. Ну вот прям совсем интересное. Та-дам! Смотрите, что у меня есть. Возможно, вы скажете, что это похоже на коробку. И вы будете совершенно правы, ведь это коробка. Но что внутри? Это супер-мега давно, вот то есть реально давно, наверное, года как пол назад, я сделала себе заказ на косметику Тома и Джерри. Невменяемо дорогую косметику Тома и Джерри. Джерри! И все это время я ждала момента, не распаковывая эту косметику, чтобы распаковать ее вместе с вами. Чтобы таки проверить эту косметику и узнать, насколько Том и Джерри хорош. Или все-таки нет. Кстати, Том или Джерри, вы за кого? Напишите в комментах, кто вам нравился больше. Вы за кицу или за мыша? Мышь крадется. Творятся доселе невиданные вещи, потому что как минимум у меня выскочил прыщ. На шее. Я решила, что я должна его расковырять прямо перед видео. Это было глупо. Это не новость. Прежде чем начнем обзор, давайте вообще посмотрим, что здесь у меня есть. Потому что, блин, ну много тут чего есть. Реально, прям очень много. Офигеете, наверное. Просто посмотрите, тут дофига всего. Тут много всего, это тени. Я просто решила, что мне очень нужна зубная щетка. Но это потом. Интересно, там еще есть что-то или уже нет? Ага, вроде как я все уже достала. Вроде здесь уже ничего нету. Возможно, только что вы увидели ряд другой косметики. Ну, например, косметики Микки Маус. Косметики внезапно Фроузен. Косметика просто Диснейрских принцесс. Что у меня там еще есть? Косметика Мини... Мини Микки Маус. Просто косметика Пятачка. Все это я покупала еще очень давно. Но потом, вы знаете, случилось что. И как бы не до косметики было вообще. И поэтому здесь это просто все лежит. Надеюсь, оно не стухло. Зацените, сколько здесь всего. Да, пользуясь случаем, я просто обязана вам сказать, что это я сама покупала. И мне никто не уплачивал. Поэтому, будем честно, я офигела, сколько здесь всего. Даже просто в шоке. Я не помню, когда давно я это покупала. Но я хочу сейчас посмотреть зубную щетку. Просто, почему бы не купить зубную щетку вместе с Томом? Ну, посмотрите, ну это же милота. Кица, не надо ревновать, пожалуйста. Не ревнуй меня к нарисованному коту. Это немного странно. Да, тут везде валяются мои ботинки. Я знаю, это очень странно. Это фигурка Тома, которая будет держать мою зубную щетку. Нет, ну можно было просто придумать что-то более милое, чем это. Потому что мне кажется, что все. Предел милоты он достигнут. Лучше уже не будет. Посмотрите, это реально Том, который держит зубную щетку. Боже мой, как теперь зубы-то не почистить? Так уже не получится. Ну, в общем-то, это тоже не получалось, но теперь особенно не получится. Просто здравствуй, просто как дела? База. Там что-то еще есть. Вот это что? О, да, там реально что-то есть, подождите. Давайте посмотрим, что там есть, потому что я даже просто не помню, что там вообще было. Это у нас база под макияж. Здесь у меня, я так понимаю, тестер блестящей базы, ну то есть для glow. И здесь у меня база обычная увлажняющая. Написано, объемная база на основе масла. Что? На ней. Так, ладно, попробуем. Я вляпалась. Знаете, было бы круто, если бы это пахло сыром. Но оно пахнет водопроводной водой. Чего? Ну, я вообще ничего не могу сказать. Ни хорошего, ни плохого, потому что я пока что ничего не поняла. Но у меня ощущение того, что мне реально масло на лицо налили. И я что-то вот не уверена, что оно достаточно хорошо впитается. Да? Боже, я так соскучилась по обзорам косметики. Я просто не могу. Я люблю делать обзоры на разную косметику. Я люблю пробовать разное. Например, сейчас я пью кофе на свое мороженого. Мороженого ничего не осталось, слишком жарко. Кондиционер сломался. Не представляете, как тут плохо. Дальше вот такая вот штука. Знаете, что это? Я тоже не знаю. Это пудра, а это блюр для лица. Я уже очень много раз рассказывала про блюр для лица, но если вы вдруг не знаете, что это такое блюр, это такая штука, которая делает ваше лицо с эффектом размытия. То бишь с эффектом, например, который вы можете наложить на свое лицо в фейстюне или в каком-то еще мейкап приложении для ретушивающих фоточек. Здесь вот такой вот очаровательный Джерри. Просто милашка. Я не знаю, мне жалко это использовать, потому что я просто хочу поставить на полку, чтобы оно там стояло. Блин, как же жалко это использовать. Но надеюсь, это будет годнотой. Оно вроде, кстати, даже имеет кое-какой пигмент, но выглядит не чисто белым, потому что обычно такие штуки выглядят чисто белыми. Ну что, вы мне скажите, моя кожа сейчас выглядит лучше, чем выглядела она до того, как я все это нанесла или нет? Потому что, честно говоря, пока что я не могу ничего понять, и мне кажется, что это дичь какая-то. Потому что, например, вот это вот средство, оно мне нравится гораздо больше. Да вообще у меня много средств, которые мне нравятся гораздо больше. Пока в печаль. Блин, косметика, будь классной. Но с Эйлор Мун же классная косметика была. Вот это и будь, пожалуйста, хорошая, а то я расстроюсь. Попробуем мини-версию пудры. Странно, что она такая маленькая, потому что большой не было. Она желтого цвета, то есть получается банановая пудра типа. Транспарантная. Ничего не написано. А мои навыки корейского не позволят понять, что написано. Прочесть могу, но слов не знаю. Кисть. Также была кисть. Давайте посмотрим на кисть. Очень достойная кисть. Внезапно. Я почему-то, когда думала, что заказывала эту кисть, что это какая-то ерунда будет, но нет, она прям приятная. Показалось, что пахнет сыром, но нет. Как бы учитывая, что мы все-таки все еще говорим про косметику Том и Джерри, это странно. Ну ладно, в любом случае, эта кисть явная для пудры, но я попробую нанести ей пудру, это логично. Конечно, вот такого размера пудра, ребята, это просто извращение. Пудра также не имеет никакого запаха. И кажется, никакого эффекта. Ладно, я возьму нормальную кисть, это без шанса. Дын-дын-дын, мы жарим картошку, дын-дын-дын, мы жарим картошку. Знаете ситуацию, как бы хочется выбросить помойку, а как бы и не хочется. О, что? Я ушла из кадра, я прекратила съемку, потому что у меня были дела. Во-первых, можете оценить, как все это выглядит сейчас уже спустя где-то час, это раз. А два, у меня какая-то странная аллергия, реакция пошла на эту кисть. Я не понимаю, она вроде не должна быть натуральной, но возможно она натуральная. Я просто уже не знаю, уже искусственные кисти такими крутыми делают, что уже непонятно, что есть натурально, что есть искусственно. Но неприятные ощущения по лицу у меня от нее пошли, аллергические, это отстойно. К слову говоря, здесь в комплекте еще был вот такой вот спонжик, давайте его достанем. Он в упаковке сырый, сам выглядит как кусок сыра, это просто прекрасно. За дизайн это вообще 10 из 10, ну реально очень здорово и удобно, что у него есть свой чехол. Причем он с дырками, и это здорово, потому что когда ты будешь мыть спонж, можно будет просто спокойно положить это в чехольчик, будет окей. Так что, ну вот, крутая штучка, как-нибудь в другом видео я ее отдельно протестирую. Теперь, то, чего я просто ждала, то, ради чего я вообще покупала все это, это вот эти палетки, посмотрите, какая милота. Это же башка Джерри. А внутри румяшочки. Здесь вот такие вот оттенки. Но также у меня есть упаковка с Томом, потому что нельзя было не купить упаковку с Томом. И она уже выглядит вот таким вот образом. Что из этого вам нравится больше, Том или Джерри? Давайте откроем Том и посмотрим оттенки. Вообще, согласитесь, немножко странная концепция, потому что, получается, мы снимаем у него лицо и красимся его, получается, мозгом, да? Запаха не имеет абсолютно никакого. А можно хоть какой-то минимальный эффект или нельзя? Это абсолютно не детская косметика, но ведет на себя как детская, потому что пигментация просто сказала нам здравствуйте, но в то же время сразу попрощалась. Не, ну это разочарование, ребят, это просто разочарование. Не каждый день я разочаровываюсь в косметике, но сегодня, кажется, это пипец. Как можно было в такую упаковку, за такое баблишко, не детская косметика, положить такую хрень? Я не знаю. Давайте попробуем Джерри. Вдруг у Джерри дела будут поинтереснее. Я даже воспользуюсь этой кистью, к которой у меня была плохая реакция. Но вдруг их нужно вместе совмещать? Да, абсолютно бестолковые румяна. Это грустно, господа, грустно. И с такой легкой грустной ноткой предлагаю перейти вот к этому. И это у нас тушь для бровей. Блин, реально, чувствую, что эта косметика просто детская, потому что, ну, такой же результат, такой же успех. Вот так вот выглядит тушь для бровей. Здесь она серая, но внутри, насколько я помню, она серая быть не должна была. Да, она такого блондинистого цвета бровей. Опа, а вот это вот реально охрененно. Я даже не ожидала, что это настолько охрененно, поэтому промахнулась. Охренеть, я в шоке. Ребята, я в шоке официально. Ладно, не зря были потрачены баблишки, как минимум ради вот этого, потому что, посмотрите, она рила из моих бровей, сделала светлые брови. Она полностью перекрыла пигмент, абсолютно. И из моих темных бровей превратила в нечто светлое. Это теперь моя любимая тушь для бровей, я не шучу, реально не в рост, а любимая теперь. Положу в почетное место. А вот пользоваться этой кистью было зря, потому что я вся чешусь. У меня есть еще одна кисть, такая. Это что здесь на конце? Не знаю, что здесь на конце, но здесь какая-то пипка была. Вы знаете, что это? Я первый раз такое вижу. Странная резиновая штука. Но эта кисть вообще не похожа на натуральную, это чисто искусственный ворс, и надеюсь, он такой и есть. Теперь выбираем тени, посмотрите, какие тут тени. Я выбрала себе несколько оттенков. У меня вот такой вот серебристый, розоватый, коралловый и также самый обычный персиковый. Такие упаковки. Розоватый. Пыльно-розоватый. Блестяшечковый. Это, наверное, самое интересное из всех, потому что тут прям такой интересный металлический пигмент. Ну-ка, есть на пальцы. И вроде как неплохой. Да, тупо было, потому что просто получилось вот это. Борозда. Короче, да, эта хрень, я не знаю, для чего это вообще нужно. Разберемся, по ходу дела. И последняя тень красно-оранжевая. Возьмем кисть, возьмем красно-оранжевую тень и нанесем на складку верхнего века. Вроде пигментирован, вроде в фокусе. Опа, а пигменты, смотрите, я что-то реально не ожидала, а он бахнул так бахнул. Не ожидала. Думала, будет фигня, потому что румяна вообще дрянь какая-то. А это топ-контент. Растушую вот с этим. Уже другой кистью, потому что там нам точно не подойдет. Эта кисть была испачкана в кофе, это нам не подходит. Теперь на все века я нанесу при помощи пальца вот эти. Вот те, кстати, те реально мне нравятся. Они очень прикольные и очень приятные. И они прям какие-то, знаете, по текстуре как будто шелковые и нежные. Это очень nice. Сверху еще раз продублирую красным. И вот эту вот блестяшку еще хочу нанести. Но выглядит деликатно и, по-моему, очень красиво. Что вы скажете, как вам макияж глаз? Конечно, здесь не хватает туши. Туши не было в этой серии косметики, поэтому я нанесу свою. И вернусь к вам, мы оцениваем, как это все выглядит. Вместе с тушью, ну, как по мне, достаточно мило. Неплохие тени. Также у меня еще есть две коробочки. Что здесь, давайте глянем. А, 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 это две коробочки с тинтами. Один у нас тинт с Джерри, зацените упаковку. Это, блин, не упаковка, это просто что-то великолепие. И второй тинт с Томом. Выглядит вот так. Том у нас вот такой вот малиновый. Ну, такой классический, очень приятный, холодный оттенок, который, в принципе, мне кажется, подходит в любом виде любой девчули. Особенно, если его подрастушевать таким образом. Здравствуйте, здравствуйте. Красивый оттенок. Окей. Самая капля на губах выглядит вот так. Привезли огромную коробку косметоса только что. Ну, это я в Инстаграме буду распечатать. Так что, пользуясь случаем, подписывайтесь на мой Инстаграм. Потому что сегодня у нас не обзор Джепли Стара. И вот Джерри блеск для губ. Тинт, вернее. Он, по-моему, должен быть обычный красный, если я не туплю. И да, я не туплю. А что нанести на губы? Тинт потрясающий. Тени хорошие. Штуки для лица мне непонятные. Но, в целом, как-то так. Стоит ли эта косметика своих денег? А отдайте подумать, нет. Стоит ли ее покупать? А отдайте подумать. Ну, для коллекции, да. Но, на самом деле, конечно, есть огромное количество другой косметики. Более бюджетной и более прикольной. Более бюджетной и более хорошей по своим свойствам. Но это прикольно. Некоторым вещами буду пользоваться. А вот это даже не знаю, что с этим делать. Потому что вроде красиво. А вроде место занимает. Что ж, надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайк. И всем спасибо за просмотр. И всем пока. Люблю вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok